Пару недель назад администрация Твери издала постановление о проведении капитального ремонта одного из знаковых зданий в центре города. Речь о так называемом доме Ворошиловских Стрелков. Это оригинальная постройка, имеющая яркие неповторимые фасады. Заслуженно считается одной из архитектурных доминант. Тем больше вопросов вызывают предстоящие работы, обозначенные как капремонт. Так называемый дом Ворошиловских Стрелков с самого момента постройки в 1935 году стал одной из достопримечательностей столицы Верхней Волжья. Необычно по своей форме здание. Яркие запоминающиеся фасады, один не похожий на другой. Всем сразу стало ясно, город получил еще один архитектурный шедевр. Это памятник регионального значения. И, соответственно, в плане туристической привлекательности и в плане того, что это центральное видовое место в нашем городе, можно сделать вывод очень простой. Это памятник тот, который должен быть максимально облагорожен. Однако с облагораживанием здания в последние десятилетия явно не лады. Во-первых, немалый урон нанесла приватизация, когда в результате непонятно каких шагов некоторые жилые помещения стали частными. В доме, изначально целиком принадлежавшем Минобороны. Новые жильцы, да и основной хозяин на свое усмотрение меняли аутентичные окна и двери на современный дешевый пластик. Из-за большого количества собственников все никак не удается решить вопрос с восстановлением внешнего облика памятника архитектуры. О плохом состоянии здания здесь говорит любой фасад. Например, вот этот с этой когда-то роскошной лестницей, у которой теперь проваливаются ступени. На этом фоне, казалось бы, радостной новостью стало постановление администрации Твери о проведении капитального ремонта в доме ворошиловских стрелков. Восстановить планируется буквально все. От внутренних коммуникаций до крыши и все тех же многострадальных фасадов. Однако при прочтении документа возникает немало вопросов. Например, почему планируемые работы названы капремонтом? Памятники регионального значения в том числе, они не ремонтируются, они реставрируются. То есть должна быть соответствующая организация со специалистами, с лицензией. Собственно, наверное, и здесь мы увидим такую же ситуацию, когда реставрация в лучшем случае будет подменяться ремонтом. И еще один вопрос вызывают заявленные сроки. До 1 декабря необходимо отчитаться перед городадминистрацией об исполнении постановления о проведении капремонта. На дворе уже октябрь. Однако вокруг здания даже не начали возводить леса. Все это не говоря о том, что такой объект в принципе сложно пусть даже не отреставрировать, а отремонтировать. Менее чем за два месяца. Но если, конечно, работы проводить качественно, а не как попало.